Как вы ведете подсчет клиентов? Я уже вам сегодня сказала, что если считать только тех клиентов, у которых вы взяли контакты, это одна цифра и она грязная. А если вы начнете считать всех клиентов, даже в том числе те, которые не оставили телефоны в офисе, вы увидите реальную цифру. И тогда, когда вы ее увидите, вы, возможно, удивитесь, что конверсия-то, наверное, у вас еще ниже, чем вы думали. То есть еще меньше вы клиентов записываете на замер, потому что менеджеры не умеют брать телефоны в офисе. И это тоже оказалась проблемой, потому что многие привыкли, как я уже говорила, работать с визитками. А если им прямо поставить задачу, что у всех клиентов нужно брать телефоны, и мы их берем не просто, чтобы брать, а для того, чтобы с ними потом дальше разговаривать, с ними дальше общаться. Конкретно вот эта история, компания, в которой я работаю в Забхистане, подняла им общий показатель эффективности за один месяц на 20%. В смысле, с 10 до 20, на 10%. Только потому, что они стали брать телефоны у всех клиентов. Ну, не у всех, у тех, насколько смогли брать, да. То есть у них общая эффективность бизнеса была 10%. Как только они начали считать всех клиентов, вообще всех, увидели, сколько к ним приходит, сколько они не берут телефонов, написаны шаблоны, как брать эти телефоны у клиентов. Соответственно, берут больше телефонов, больше клиентов появляются в сером системе, большее количество людей нужно дожимать, соответственно, и от этого растет общий показатель. Продолжение следует...